салют дорогие друзья ну что ж новая неделя новый день новая доставка и сегодня я решил заказать доставку под названием летучая рыба мне эту доставку посоветовал один из моих подписчиков сказал дружище попробуй там пиццу с креветками еще много чего насоветовал и я решил что действительно надо заказать надо попробовать поэтому друзья если вы хотите увидеть в моих обзорах какую-то свою возможно любимую доставку то вы обязательно пишите и я постараюсь сделать на нее обзор а перед тем как продолжить это видео друзья я вас прошу обязательно остановитесь на секундочку спуститесь вниз под ролик поставьте лайк колокольчик подпишитесь на канал если вы не подписаны потому что это очень сильно поможет каналу для его развития поэтому погнали приезжает у нас друзья это все вот таким вот собственно не хитрым образом все по классике жанра выглядит это достаточно презентабельно все забито заколочено давайте сейчас распакуем посмотрим какая комплектация итак друзья как у нас это доезжает доезжает все в достаточно стандартном виде отдельно как я понимаю в этих пакетиках это они здесь делают упаковочки под каждого человека отлично здесь у нас есть две зубочистки есть несколько салфеточек здесь как я понимаю все то же самое плюс к этому ко всему у нас вот в таких вот упаковочках находится наш васаби плюс к этому ко всему соевый соус как вы видите такой баночки кстати люблю когда так доставляет это очень неплохо плюс к этому ко всему у нас есть две пары палочек и вилочка с ножичком видимо под нашу лапшу также для тех кто хочет дают тебе еще вот такую вот визиточку поэтому я не знаю ребят кто хочет может ее просканировать в целом вполне себе посредственно если честно потому что салфеток как типа на каждого человека все в принципе она нормально как бы но какого-то вау эффекта она точно не производит поэтому это нормально ребят это прям вот средняя средняя поэтому не выше пятерочки предлагаю друзьям начать как мы это делаем обычно с проверки температуры поэтому давайте посмотрим как это все доехало ну ребят скажу вам так у меня на самом деле буквально пару дней назад уже был опыт с этой доставкой и я их заказывал но и кстати заказывал на обзор была проблема со звуком и поэтому пришлось скажем так этот обзор обнулить и записывать новый не что я вам хочу сказать во первых везли они мне тогда полтора часа сегодня не мне везли два часа и что в прошлый раз и что в этот раз ну вот что здесь 34 это не горячие и это ребят плохо я вам хочу сказать это это не хорошо на самом деле для сейчас это не только для этих ребят но и для многих других хочу сказать просто я считаю то что ребят если вы не можете доставить до определенной точки горячо то не доставляете сделайте скажем так какой-то определенный свой регион возьмите в городе и делайте по нему не надо брать всю одессу там условно говоря потому что понимаю что у них есть . в черноморске у них есть . в одессе неправильно брать и доставлять везде если вы доставляете холодным поэтому как бы плюс к этому ко всему так же как и в прошлый раз вижу на коробочке кусочки сыра ребят есть специальные такие треноги стоит копейки можете взять чтобы доезжала но в нормальном виде потому что на коробке вот здесь вот сверху ничего не должно быть итак друзья конечно доехала это все холодным это неприятно также неприятно то что ехала долго считая два часа для одессы это колоссально долго по времени урезайте районы покрытия своих доставок лучше доставьте хорошо но не в небольшой какой-то зоне потому что если вы попытаетесь заработать все деньги этого мира то ну не факт то что у вас это получится таким способом поэтому откройте потом в другой где-то части одессы свою точечку и будет у вас собственно так точка за точкой покрываться весь город но лучше доставлять все-таки горячим давайте пробовать друзья что это такое на вкус ребятушки что могу сказать это пушка это очень вкусная пицца если она даже холодная такая кайфовая то я не представляю какая она горячая это просто очень высокая оценка была бы горячая поставил бы девяточку это вот что-то вот около идеала из-за того что холодной но не могу я поставить ей выше там семерки поэтому ребят это потенциально невероятно вкусная пицца ананас пушечка креветочка пушечка если вам интересно как эта штука называется называется это друзья пицца с креветками стоит она 250 гривен и это реально очень кайфовая штука заказываю уже второй раз я ее уже до этого пробовал она доезжала точно такая вот один в один то что они доставляют ее из раза в раз нормально это окей ну кроме температуры понятное дело имею ввиду то что тоже количество ананаса тоже количество сыра тоже количество креветок идеальное сочетание вообще полностью всего плюс у них какой-то достаточно необычный корж он прям очень очень хороший прям именно качественный корж поэтому эта штука мне нравится 7 стопудово было бы горячая поставил бы девяточку десяточку следующее друзья что у нас по списку это фунчоза с морепродуктами стоит эта вся штука 215 гривен давайте я это вам все красивенько достану чтобы посмотрели как она выглядит именно на тарелочке есть и креветочки есть и мидии конечно креветочек немного креветочек там три штуки буквально выглядит это все достаточно неплохо стоит 215 гривен как я уже сказал давайте попробуем что это такое на вкус очень очень среднечковая что-то вот в районе опять же пятерочки даже ну окей ну 5-6 баллов не выше реально просто среднечок неплохо есть морепродукты есть лапша на удивление но сказать что там какой-то фантастический вкус такое среднечок так друзья как всегда за кадром замешал себе соевый соус следующая позиция у нас ролл запечен из мидию мидия моцарелла огирок японский майонез вершковый сыр имбирь и нори и рис собственно что еще может туда входить 220 гривен ребят давно не кушал что-то с мидиями вообще у нас сегодня такой обзор с морепродуктами выглядит это достаточно неплохо большая красивая шапочка запеченная у них там много на самом деле запеченных роллов поэтому решил что нужно обязательно хотя бы одни взять да попробовать по классике жанра попробуем друзья как всегда один ролл без соуса и другой соусом я очень сильно не люблю когда в доставках нету регулярности и стандартизация бы так и назвал потому что для меня очень важно чтобы доставка могла из раза в раз делать одинаковый результат чтобы условно говоря когда я вам посоветую скажу что там будет пицца и там будет много мяса чтобы вам приехала пицца и там будет много мяса но я уже вот обращаю внимание то что вот на этом блюде прошлый раз когда они мне его привозили что самое забавное тут парадокс сейчас это странно я вроде как их ругаю не ругая одновременно потому что в прошлый раз было не так вкусно как сейчас я не знаю кто-то может по-другому замешивал эту шапку или еще что-то. Но сейчас это вкуснее, чем в предыдущий раз. В предыдущий раз это так еле-еле натягивало на пятерочку. Сейчас этот ролл добротно так хорошо натягивает где-то на шестерочку, семерочку. Реально вкуснее. И причем не знаю даже вот как вам объяснить. Просто чувствую, что в шапке то ли больше сыра, то ли больше еще чего-то. Но это вкуснее, чем в прошлый раз. И это можно было бы советовать, если бы оно приезжало одинаково из раза в раз. Пока что, ребят, из всего-то, что приезжало одинаково хорошо приехала пицца. Вот она настолько хорошо приехала, что оператор уже практически половину заточил и мне ничего не оставил. Итак, друзья, ну что ж приступим к нашей последней позиции. У нас это, друзья, болт с креветками. Давайте я поставлю вам сюда красивенько, чтобы вы могли понаблюдать за этой композицией. Выглядит очень красиво. Что у нас туда входит? Туда входит кино от тигровой креветки, чука, ворожковый сыр, Филадельфия, бабы и адамами, манго, томаты черри, соус манго, потом миндальная стружка-тере, мэгдалева стружка, якщо украинскую, и кунжут, лайм и соус от шефа. Также это все стоит у нас 265 гривен. Во-первых, ребят, что хотелось бы сказать? Кино. Это на самом деле приятный для меня сюрприз, потому что я редко вижу боулы, которые делают не на рисе. И очень приятно то, что есть, скажем так, вариант, где ты можешь выбрать, собственно, с кино. Давайте посмотрим, что это такое. Я вижу то, что есть внизу какая-то пропитка. Единственное, что, конечно, выглядит это немножко странно, потому что она прям выглядит как такая вот. Смотрите, вот если вам видно на камеру, то выглядит она прям как такая юшечка-юшечка. Но, окей, давайте попробуем, что это такое на вкус. Друзья, это, если честно, поразительно. То, о чем стоит, кстати, мне говорить гораздо чаще, то, что если что-то приезжает ко мне хорошо, а к вам доехало плохо, то, ну, такое случается. Не всегда доставка может доставить одинаково хорошо. И сегодня прекрасный пример того, то, что доставка доставляет не всегда одинаково блюда. Что-то доставляет вкуснее, что-то невкуснее. Видимо, все зависит просто от повара, который сегодня есть на смене. Во-первых, здесь вам сейчас на камеру будет видно. Я не знаю, у них то ли кинова закончилась, но ее, ну, просто посмотрите, она на дне тонким слоем. В прошлый раз такого не было. Было много кинова. Почему так? Непонятно. Но это реально какой-то прикол. Это во-первых. Во-вторых, в прошлый раз я прям расхваливал, говорил, это супер свежий. Это супер прям, я говорил, я чувствую эмоцию этого боула. Это супер кисловато-сладкий, такой свежий летний вкус. Прям вообще супер. Сейчас этого нету. Этот боул, ну, не такой фантастический, как вот тот, который я пробовал буквально пару дней назад. Если там я расхваливал и ставил чуть ли не 10, и говорил, это вау, это просто потрясающе, то сейчас я скажу, ребята, это просто окей. Это типа 5-6, типа вот такого. Потому что меня приятно в прошлый раз удивило кино. И это сыграло, кстати, наверное, одну из таких самых решающих ролей. Потому что я такой, о, не рис, а кино. Класс. Это вкусно. Плюс была вкуснее заправка. Плюс было самого кино больше. Ну, короче, что-то, ребята, странное. Подумаю. Вот здесь вот, как всегда, поставлю оценку. Итак, друзья, давайте подбивать итоги. Что у нас по итогу? Пицца с креветками. То, с чего мы начинали. 250 гривен. Это супер кайфовая пицца. Очень вкусная. Даже учитывая, что она доехала холодной. Классный корж, много креветок, много сыра. Все понравилось. Советовать я эту пиццу вам стану только в том случае, если эта пицца находится рядом с вами. Потому что пицца классна, когда она горячая, когда она такой доезжает. В случае же с этой пиццей, друзья, да, если рядом. Если не рядом, то нет. Уточняйте, если будете у них заказывать, то уточняйте, там, сколько они до вас будут доставлять. Если они говорят полтора часа, то два раза подумайте. Фунчоза с морепродуктами. 215 гривен. Ну, среднячок. Ну, прям, ребят. Ну, или добавьте туда больше устрачного соуса. Или, ну, надо что-то туда добавить. Небольшие деньги. 215 гривен. Цена хорошая. У вас вообще, в принципе, цены достаточно хорошие. Но заказал бы я это второй раз. Я всегда ставлю себе вопрос. Заказал бы я это второй раз. И вот тут вот, ну, прям, очень маловероятно. Я сейчас в последнее время часто заказываю вилки-палки, потому что понимаю, там доедет хорошая пицца, там доедет хороший бургер, оно будет вкусно и горячо. Но заказал бы фунчозу? Ну, подумал бы. Потом, следующее, друзья, это у нас горячие роллы и запеченный ролл с мидией. 220 гривен. Это очень странная позиция, потому что в прошлый раз я говорил то, что, типа, это пятерка, ребят, не выше, я бы подумал бы заказывать. Сейчас это хорошая шестерка, семерка, и я бы заказал этот ролл еще. Это вкусно было сегодня. Но теперь мы ставим себе вопрос. Если в прошлый раз было не вкусно, а в этот раз вкусно, значит, у доставки, я не знаю, какие-то проблемы со стандартами. Помимо того, что они долго доставляют и доставляют холодными, то есть еще вот такая вот проблема. Поэтому сегодня, да, сегодня это было вкусно. В прошлый раз это был чистый средничок. Боул с креветками. Если честно, это прям для меня сегодня разочарование, потому что я был настроен прям порвать этот боул, расхвалить его и сказать, вау, это круто, фантастика. На выхлопе получил, что кино не будет, потому что кино мало. И все остальное тоже как-то подхрамывало. Поэтому опять же вопрос, ребята, к тому, насколько постоянно вы умеете делать хорошо. Поэтому тут я посмотрел, то, что что-то приехало хорошо, что-то плохо, вы выходите в чистый средничок, потому что пицца вроде как вытягивает все, а остальное вот на таком вот балансе. Друзья, на самом деле к доставке есть вопросы. Но заказать пиццу, однозначно да, я бы оттуда точно еще несколько раз эту пиццу заказал. У нас сегодня был такой обзор с морепродуктами. И вот скажу честно, не любитель пиццы с креветками, но это прям пушечка. В остальном, друзья, не хочу ребят ругать. Это ребята с большим потенциалом. Видно то, что они умеют хорошо, что они умеют вкусно, но не умеют регулярно. Поэтому, уважаемые повара, пожалуйста, сделайте у себя что-то вот с этим. Причем, а, кстати, должен уточнить. В прошлый раз курьер меня набирал перед тем, как выехать ко мне, чтобы я ему объяснил, куда нужно проехать. Доехал он за 10 минут. Поэтому я предполагаю то, что, почему в прошлый раз пицца, кстати, была холодная. По той причине, то что у вас что-то неправильно настроено на кухне. Потому что чувак доехал, он меня набрал за 10 минут до того, как он доехал до меня. Значит, вы, скорее всего, приготовили пиццу пораньше. Она стояла у вас там, остывала. Потом вы приготовили лапшу. И лапша, пока, короче, все это вместе доехало, в итоге что-то из этого остыло. Потому что, кстати, лапша была в прошлый раз немножко горячее. Но, опять же, была там горячее, типа на 5 градусов. Поэтому, ребят, у вас есть над чем поработать. Но у вас есть большой потенциал. Поэтому в остальном, ребята, дорогие мои подписчики, выношу все остальное в комментарии. Вы решаете, заказали бы вы эту доставку или не заказали. Муфа, мой замечательный подписчик, тебе большая благодарность за то, что подсказал, что есть такая доставка, потому что я за них вообще не слышал. А остальным ребятам, хотите увидеть какую-то свою доставку, пишите обязательно ее в комментариях. Я постараюсь сделать на нее обзор. А на сегодня, друзья, у меня все. Спасибо вам большое, что смотрели. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делайте всю эту ютюберскую мишуру. А я погнал снимать новые обзоры. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok